Девушки отдыхают Тише, тише Что с тобой? Спасибо Все хорошо Подыши глубоко и выпей воды Ты не заболела ли? Не пугай нас Простите, повелитель Так застучало сердце Я не могла, не могла дышать Сходи за лекарем Нет, не надо Сейчас пройдет Может быть что-то в горле застряло? Не знаю Мне нужно умыться С вашего позволения Валиде, если позволите Я пойду вместе с Хюрем Лука! Александра! 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 Лука! Лука! Александра! Александра! Хюрем! Неееееее! Хюрем! 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 Садыка! Он здесь. Хюрем? Хотит же... Лежи, я позову лекаря. Не надо. Мне лучше. Ты уже здесь так давно? Привык? Домой не хочешь вернуться? Я дам Луке новую работу, государь. Мой падишах. Работу я сделал. Скоро поеду домой. Но ты еще должен закончить мой портрет. Свадебные торжества закончились. Мы можем начать. Валиде, если позволите, я посмотрю, где хотят же султан. Да, ступай, конечно. Спроси у них, почему они не приходят. Ну, я не могу. Я не могу. Хюрем, что с тобой? Расскажи мне, что происходит Госпожа, мне уже намного лучше Слезы помогают Почему ты плачешь? Просто после родов я почему-то стала очень чувствительной Сердце вдруг внезапно начинает биться Воздуха не хватает И я никак не могу сдержать слезы Совсем без причин Вы моя подруга Мне нечего от вас скрывать Не держи это в себе Лучше расскажи Я боюсь, что нашему счастью придет конец Я боюсь, что меня снова очернет В этом дворце многие хотят причинить мне зло Повелитель относится к тебе так уважительно С чего счастье рушится Я это знаю Но после всего, что было, я все равно об этом думаю Ты слишком переживаешь Не думай об этом Госпожа Валиде Султан волнуется Мы уже идем Пойдем, Юра Вы идите, я подойду позже Повелитель для меня честь принимать вас у себя Аллах услышал мои молитвы Я тоже рад быть у тебя в гостях, Ибрагим Однако, Валиде, сегодня не очень удобно находиться в твоем доме, Ибрагим Паша Если что-то было не так, только скажите, Валиде Султан Нет, не волнуйтесь Я желаю вам счастья, чтобы ваша жизнь была наполнена покоем И пусть ничто вас не беспокоит Теперь в вашем доме всегда будет жить благополучие, да будет на то воля Аллаха Хотите же, Юра им придет? Не волнуйтесь, Повелитель Да Она скоро придет Славно Лука! 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 Как же так? Это страшный сон Он ведь давно умер, умер Хирэм, как ты? Прекрасно, государь Хорошо Поешь, ты ничего не ела Лука может посетить нас Писать портрет, государь? Да, Паргали Мы с Хирэм будем позировать ему вместе Лука, постарайся изобразить наше счастье Это большая честь для меня Можешь идти, Лука Можешь идти, Лука Хирэм 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 Что ты здесь делаешь? Не бойся Я пришла кое-что сказать Не хочу тебя слушать Уходи Вон! Тише, я же не кусаюсь Или ты что-нибудь от нас скрываешь? С чего ты это взяла? От меня не скроешься А неужели тебе есть что скрывать, Хирэм? Художник Лука, помнишь? Я его не знаю Он из Крыма А тут же откуда ты? Вы явно знакомы Кто этот Лука? Что между вами? Я слушаю Я его не знаю Не знаю Ты в Луку Лука Нет Где Мохидовран? Она была здесь Мохидовран? Тебе приснился сон? Да Это сон Ты разговаривала? Луку звала Зачем мы сюда пришли? Разве здесь плохо? Проветрись немного Зачем мы здесь? Скажи Есть дело Надо кое-что передать Потом пойдем вместе во дворец Во дворец к Паши? Верно Лука Ты ведешь себя странно Тебя что-то беспокоит? А? Да нет, ничего Точно беспокоит Я же это вижу Ну, как знаешь Аллах, в помощь Спасибо Спасибо Я ищу капитана судна Фортуна по имени Антонио Вон, видите там? Человек в шляпе Играет в нарды Лицом к нам Да Капитан Антонио Благодарю Спасибо Лука Лука нет Что ты говоришь? Ты говорила во сне, Хюрем Постоянно звала Лука Тебе послышалось Что в этом такого? Да почему ты злишься? Я же знаю Что ты знаешь? Ты рассказывала про одного Луку Помнишь? Из твоей деревни Вы должны были сыграть свадьбу Его убили татары Как ты говорила Ну да Его убили татары Но это было очень давно Но во сне, может Тебе приснилось твое прошлое Все Сон ушел Принеси мне воды В горле пересохло Юрий Михайлович Добрый день Капитан Антонио, это вы? Кто вы? Я вас не знаю Меня послала Виктория Виктория, да? Верно Просила передать вам это Я за нее прошу Она скучает по своей семье Вы должны доставить письмо ее дяде Понятно Где вас искать, когда придет ответ? На рынке меня все знают Спросите матракчи, вам укажут Ладно Скажите ей, все будет хорошо Благодарю Удачи Лука 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 Ваше Величество, король Лаеш Сестра Сулеймана Хатидже вышла замуж Меня отправили служить во дворец великого визира Ибрагима Паши Теперь мне очень трудно попасть во дворец султана Сулеймана Но не волнуйтесь Сулейман часто сюда приезжает Не сомневайтесь, мне удастся совершить месть Каждое утро просыпаясь, я вижу твое прелестное лицо И возношу молитвы Аллаху Пусть наше счастье длится вечно Хюрем Вчера мне кое-что рассказала Ей бывает плохо без причины В ее сердце вселился страх Она очень боится потерять повелителя Теперь я понимаю ее Страх Фюрем Хатун обречен быть вечным, госпожа Она научится с ним жить и мириться Но я Готов пожертвовать своей жизнью ради того, чтобы избавить вас от волнений Я знаю, Брагим Сегодня я отведуших за демустафу в янычарский корпус Хорошо Ему понравится СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Гюльшах, скажи, чтобы шербет мне подали здесь. Госпожа, а художник Лука сегодня придет? Говорят, да. Хюрем все время торопится. Теперь выдумала этот портрет. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Знаете, если хотите, Хюрем... Я больше не хочу ее убивать. Нет, госпожа, никто не будет ее убивать. Но, кажется, я знаю, как ей досадить, госпожа. Я слушаю. Все просто. Ясно, что Хатиджа-Султан уехала. Ее покои свободны. И эти просторные покои надо отдать вам. Госпожа, вам понравится. Здесь есть балкон. И, кстати, он возвышается над всем двором. Гюль-Нихаль. Гюль-Нихаль. Я ухожу к повелителю. Гюль-Нихаль. Гюль-Нихаль. Мне тут кое-что рассказали. Говорят, во дворец прибыл художник. И он будет писать ваш с повелителем портрет. Как ты узнала об этом? В этом дворце ничего нельзя скрыть. Ничего. Все все обо всех знают. Добрый день. Скажи Ибрагиму Паше, что мы прибыли. Садыка Хатун. На сухой фэнди. Письмо. Письмо? Я передал кому-то, сказала. Не волнуйся. Он обещал, что доставит. Большое. Большое спасибо. Вы мне так помогли. Что мне для вас сделать? Ничего. Лишь бы светилось твое речико. Просто смотри на меня и улыбайся. Больше ничего не надо. Ну-ну. Пусть они подождут. Пусть они подождут. Я ничего не вижу. Смотри, там. Наш Матракчи влюбился в Садыку Хатун. Это возможно? Не гневайся. Эту девушку ко мне привел Матракчи. Она была ранена. И я тогда оставил ее в гареме султана. Госпожа. Если вы только не против, в один прекрасный день я их поженю. Как же я могу быть против, если это любовь? А это она. Сразу видно. Надо помогать влюбленным. Матракчи влюбленным. Паша. День добрый, друг мой Матракчи. И вам так же, Паша. Лука, мы уходим. Бери все, что нужно. Куда? В Большой дворец? К повелителю? Да. Быстрее. Нам пора. Повелитель. Херем, султан. Не стой так. Садись. Как ты? Живот все еще болит? Нет, прошу. Не болит. Славно. Скажи мне тогда, зачем ты хотела меня видеть? Повелитель моего сердца. У меня есть множество тысяч причин желать вас видеть. Я скучала. Вспоминала вас. И ничего больше не скажешь? Вы знаете меня. Я решила отказаться от портрета. Но ты же его так хотела. Почему ты отказываешься? В Эли-де-Султан совсем не понравилась моя идея с портретом. Я не хочу, чтобы она думала обо мне плохо. Не хочу, чтобы сердилась. Но я хочу, чтобы этот портрет написали. Не думай об этом. А сейчас иди одевайся. Мустафа, ты стал настоящим львом. Какой ты стал большой, мой мальчик. Не желаешь посетить сегодня корпус Янычар? Я больше не буду сражаться с деревянным клинком. Пусть мне дадут настоящую саблю. И я подниму ее, как перышко. Вот увидите. Конечно, поднимешь. И станешь великим завоевателем. Как твои предки. Ах! Мустафа, идем. В Эли-де. Можно с вами поговорить? Говори, я слушаю. Я сначала провожу Мустафу. А потом приду поговорить, если вы не против. Как считаешь нужным. Паргали, Мустафа берет с тебя пример. Говорит, стану самым лучшим воином среди Янычар. Я выбрал ему новый кафтан. Пусть наденет сегодня. Государь, меня постоянно гложат некоторые сомнения. Я боюсь, как бы Мустафа не отказался ходить в школу для Шахзаде, увидев Янычарский корпус. Мы же знаем, он не слишком усидчив. Ему бы только пристегнуть острую саблю, чтобы принуться в бой. И что же теперь? Где это видно, чтобы Шахзаде тренировался с корпусом Янычар? Я хорошо представляю себе пристрастия Мустафы, Паргали. Однако, не забывай о других Шахзаде. Мехмед и Селим скоро подрастут. Я не выделяю никого из Шахзаде, повелитель. Они все получат лучшее образование. Есть новости из Египта от Кадизаде Мехмеда. Чем там Ахмед Паша занимается? Я отправил ваше распоряжение. Со дня на день жду ответ. За Ахмедом Пашой надо следить. А особенно внимательно следить за Египтом. Двадцатью тремя днями ранее. С сегодняшнего дня во всех мечетях Каира во время дневного намаза читается хутба на имя нового правителя Египта султана Ахмедхана Хазретлири, нашего верховного владыки, завоевателя и победителя. Скажи, как отнеслись к этому на собрании, последовавшем за проповедью? Во всех мечетях вознесли молитву за вас и ваше правление, мой господин. Славно. Хадизаде Мехмеда Фенди, ты назначаешься главным визирем султаната. Да будет так. Султан Хазретлири, это честь для меня. Я очень рад удостоиться вашего доверия. Готовы ли наши монеты? Султан Хазретлири, монетный двор работал днями и ночами, чтобы успеть к этому благословенному дню. Позвольте вручить вам золотые монеты с вашим именем. Позвольте вручить вам золотые монеты. Вы отлили это золото, переплавив монеты с именем султана Сулеймана? Да, господин. Мы переплавили все монеты из казны с именем султана Сулеймана. Отлично. Я сотру в Египте все следы его имени. Наше знамя узнают во всех странах. На красном фоне должно быть мое имя. Затем упоминание об арабских и мамлюкских беях. А потом две скрещенные сабли. Эти благородные клинки должны защищать мое имя и власть. Когда вы сделаете обращение к подданным? Народ хочет увидеть своего правителя, рассказать ему о своих бедах. Жалобы пусть выскажут тебе, Кадизаде. Или я зря назначил тебя Пашой и визирем моим. Ахмед Паша не вызывает у меня доверия. Он обязательно предаст меня, если не сегодня, то завтра. Если это случится, я буду винить себя, государь, за то, что отправил его наместником в провинцию, такую важную, как Египет. Ахмед Паша командовал нашей армией во время победного похода на Родос. Его нынешняя должность — это проверка его верности дома османов и лично мне. И если он не оправдает оказанного доверия, ты сам отправишься туда и привезешь мне из Египта его голову. Я надеюсь, что не придется. Повелитель, со мной во дворец прибыли матракчи и лука. Я оставил их дожидаться в саду. Пригласить их сюда? Конечно. Хорем Султан, скажите, пусть спускается в сад. Редактор субтитров А.Семкин